Борьба с нелегальными таксистами в Сочи идет не первый год. Результаты уже есть. У вокзалов и аэропорта так называемых бомбил стало меньше. В самом же городе их по-прежнему предостаточно. Бороться с нелегальными перевозчиками стало легче после выхода нового закона о такси. Требований стало больше, да и штрафы за незаконную деятельность увеличились значительно. Сегодня в Сочи уже идут на крайние меры. У бомбилы изымают машины как орудие совершения правонарушения. За последнее время своих авто уже лишились 49 таксистов. Заслужили они сегодня той меры, чтобы их транспорт был арестован и конфискован. И надо, чтобы это произошло. И мы будем все для этого делать. До последнего суда дойдем. Но меры будут приняты самые жесткие. О том, как обстоят дела в отрасли перевозок на курорте, сегодня говорили на специальном совещании. В администрацию пригласили 50 компаний, которые работают на курорте легально. Но и к ним тоже есть вопросы. Почти половина всех автомобилей таких фирм не соответствует установленным требованиям. На машинах нет цветографических схем, специальных фонарей, информации о перевозчике и водителе. Это внешний вид, это культура общения, это обучение, где-то даже знали элементарным навыкам английского языка, потому что часть этих перевозчиков будут работать в период олимпийских игр. Это порядок установления тарифов и взимания платы. То есть это те насущные проблемы, которые мы с ними сталкиваемся, когда пользуемся этим видом транспорта. Сегодня в Сочи на нелегальных перевозчиков уже составлено более 2000 протоколов. Теперь основательно возьмутся и за те компании, которые работают с лицензией, увеличат количество рейдов. Впрочем, на совещании сами таксисты пообещали устранить все нарушения в ближайшее время.